Мы продолжаем с помощью Всевышнего переводы из книги Галихот Шломо. Мы на предыдущем уроке закончили 12 главу по законам чтения Торы. Теперь 13 глава Минхай Арвид. Тут не очень много он поместил. Во-первых, говорит, что обычай в Израиле, в Иерусалиме, васяком случае, считать полчаса после полудня тоже часами, которые зависят от года. То есть каждый час, это 12-й час дня. То, что называется Шаот Зманиот, а не Шаот Шавот. В смысле, вообще у нас принято все часы считать как Шаот Зманиот. Хотя были диспуты на этот счет, но подавляющий большинство Паским и Шухонаров Блихолек, без всяких диспутов, приводит, что мы считаем часы от начала дня до конца. Есть уже диспут откуда? От восхода или от рассвета. Но, во всяком случае, летом часы длиннее, зимой часы короче. И тогда логично, что и с Минхой так же, что и к полудню говорится. Самое раннее время Минхи и к долу – это полчаса после полудня. Значит, к полудню нужно прибавить половину халахического часа. И так во всех календарях написано. То есть половину от 12-й части дня. Значит, летом это будет, может быть, минут 40-45, а зимой это, может быть, минут 20. Ну, в зависимости от места, конечно, насколько севернее мы от экватора. В Израиле меньше, наверное, ближе к получаса. Там не так колеблется день и ночь, летом и зимой, как у нас в Америке. Ну, я имею в виду в северной части США. В Америке тоже есть места даже южнее Израиля, конечно, Флорида. В общем, все эти законы, он говорит, что он не очевидным находит. То есть, хотя нам кажется очевидным, что, так же, как мы считаем плага Минха, и, допустим, время Шма, и время Шмонесре, самое позднее утром, четвертый час, далее, отхила, это все мы считаем именно Шаудзманиот. Четверть дня для Шма, треть дня для Минхи, для утренней молитвы, для Шмонесре. Это все, кажется, тогда и в отношении времени Минхи должно быть полчаса Шаудзманиот. Но автор не был уверен в этом. Может быть, потому, что Минха, это только почему сказали полчаса вообще ждать после полудня? Зачем ждать полчаса? Почему сразу в полдень нельзя молиться? Это же уже вторая часть дня началась. У них Корбан Минху, Корбан Шльбен Арбайм, приносили в храме не раньше получаса после полудня, потому что иначе как бы можно ошибиться, что еще полчаса, а не очевидно, что полдень уже наступил. Солнце почти над нами. Поэтому полчаса ждут. Казалось бы, может быть, тогда эти полчаса нужно ждать обычные полчаса, а не Шаудзманиот. В всяком случае, обычай считать часы Зманиот, и так же и в Америке, насколько я знаю. И стоит ли быть Махмер или Хумра, как полчаса обычных, то есть не начинать Минху зимой, раньше, чем пройдет обычных полчаса, 30 минут обычных после полудня. Я не знаю, насколько стоит ли об этом беспокоиться. Он, похоже, считает, что желательно. В всяком случае, какие-то из учеников считают это. Еще пишут, что если начал человек молиться сразу после полудня Минху, то Бедеевед, он заканчивает эту молитву, и она ему засчитывается. Это Мишно Бруро уже написал, потому что так как полчаса добавили только на всякий случай, чтобы не ошибиться, то, в принципе, время Минхи уже после полудня. Хотя это не так очевидно и не похоже, что Бет-Йосеф с этим согласен, но, во всяком случае, многие поскин так пишут, и уж точно бедееват, если человек уже молится Шмон Айсрея и понял, что не прошло полчаса после полудня, если, во всяком случае, он начал молиться уже после полудня, хотя бы полдень уже точно наступил, тогда Бедеевед ему засчитывается молитва. Если человек сказал, забыл сказать Ашрей, или не успел, там пришел поздно, почему-то не сказал Ашрей до молитвы, считает автор, что нет обязанности говорить после. То есть считает, что Ашрей установили именно до Шмон Айсрея, это довольно интересно. Есть в Каблицейской литературе по Загару, кажется, идея такая, что Ашрей именно до Шмон Айсрея, но сказать, что нет никакого смысла, что нет никакого Хиева говорить после, мне кажется странным. Во всяком случае, в суки Дезимиро утром считается, что если человек что-то пропустил, то пусть прочтет их без брохи после молитвы. Допустим, человек пришел поздно и успел только сказать Баруша Амар и Ашрей и Штабах, то остальные в суки Дезимиро он говорит после молитвы. И тем более в Минху, казалось бы, такая же логика, простой смысл. Тем более, есть же идея именно три раза в день говорить Ашрей. Поэтому если он не скажет сейчас Ашрей, то у него будет только два раза в этот день Ашрей. Мы два Жгем Шахарита, один из Минху. Поэтому, на самом деле, они здесь полега пишут, что помнишь на Бруре, следует человеку сказать Ашрей после Шмона Айсрея, если не сказал до. Другое дело, Карбонот, те, кто читает Карбонот перед Минхой, не все это делают, большинство, что Кинадзим сегодня это не делают. Но те, кто так делают, им, конечно, уже после Минхи вроде нет смысла говорить Карбонот, если пропустили. Если община поздно собралась и вот-вот зайдет солнце, то считает автор, что чем молиться Минху и потом повторять Шмона Айсрея уже после захода солнца в Бенеш Машот, то лучше, даже если он успеет начать до захода повторяя Шмона Айсрея, но не закончит, если он не успеет повторить все Шмона Айсрея до захода солнца, то лучше, говорит, все молиться тогда одновременно, то есть первые три брохи хазан делают громко, все отвечают кедушу, и потом все начинают молиться тихо. Это, говорит, верно, и в субботу, и в будний день. То есть его мнение, и, кстати, многие с этим согласятся, Гра и Афган Каневский, кажется, многие считают, особенно в Израиле, что обычай после захода солнца не молиться вообще Минху, и тогда, повторяю Шмона Айсрея или Хойра, если это Сафик, Брохо, Леватало, не стоит хазану делать, повторяю Шмона Айсрея, даже частично после захода. С другой стороны, есть много мнений, которые мягкие со всем этим. Во-первых, некоторые разрешают молиться Минху аж до выхода звезд, уж хотя бы до раннего выхода звезд, когда это Сфик-Сфейка, хотя бы минут 13 с половиной, или, по-другому мнению, минут 20 после захода еще можно молиться Минху до выхода звезд, по строгому мнению. И это же Тараби Йоси, что все еще это день. Хотя не факт, что Тараби Йоси в отношении Минхи разрешит в это время молиться, но, во всем случае, между прочим, на это полагается делать как Сфик-Сфейку, если молиться в Бенашможаде Раби Гуда, так называемую. То есть первые 15 минут после захода многие разрешают, и сифарские евреи тоже многие разрешают многие авторитеты молиться Минху во время. Во-вторых, речь здесь идет только о повторении Шмонесры, что может быть немножко мягче. И, в-третьих, есть мнение, что если начал вовремя, то уже не важно, что закончишь после времени. Поэтому получается у нас много Сфикот. Если, например, Хазан успеет начать повторение Шмонесры до захода, в любом случае, все уже свою заповедь выполнили, потому что они до захода закончили. И Хазан тоже хотя бы начал Шмонесры до захода, а закончат, во всяком случае, до Бенашмашот Рабиоси, до минут 13 с половиной после захода, то, по многим мнениям, в такой ситуации лучше тогда обычное повторение Шмонесры делать, чем менять порядок. Но вообще, многие даже и Леотхила, особенно в Америке, когда торопятся в разных работах, например, если забирают Минху не в синагоге, а прямо на работе в какой-то комнате, то многие Леотхила делают вот это, называют Хейха Кедуша, они это называют, в общем, Минху Кцара, Минху Кцара называется, то есть, когда нету никого повторения Шмонесры, а просто Хазан говорит громко три брохи, и потом все молятся тихо, и потом сразу говорят Таханун, и потом Хазан говорит Кадыш, второй Кадыш, и потом Алейну. Вот, этим экономят минут пять. Но главное, что еще этим выигрыш знаете в чем, что если люди не очень слушают повторения Шмонесры, то тогда нету здесь брохи или ватала, потому что нету повторения Шмонесры, есть только громкая Шмонесры с самого начала. Хазан тоже говорит громко один раз, только первые три брохи, а потом заканчивает свою молитву. Тихо. Теперь, говорит, обычай в Иерусалиме не говорит Таханун после захода солнца. Это действительно обычай многих ашкенозим, и в том числе у нас в Америке многие ашкенозимы строги с этим, хотя Мишнобрура приводит, что Минханг был в его время говорить в Бен Ашмашот еще Таханун. Но сифардим, я видел, Равадь Иосиф, в всяком случае, разрешает говорить Таханун в Бен Ашмашот, опять же, ранний Бен Ашмашот. То есть, если не прошло хотя бы 13,5 минут от захода солнца, то разрешает, говорит, Таханун. А Бен Ашхай, кстати, похоже, что склоняется, что нельзя. В всяком случае, лучше в таких вещах быть строгим, потому что по Кабале есть опасность, говорит, Таханун, когда уже темно, и время, как говорится, суда, Диним. Он здесь пишет, что хасиды, они же вообще не говорят Таханун в Минху многие. Есть хасиды, которые вообще не говорят Таханун в Минху. И началось это, видимо, с времен, когда они молились Минху поздно, и обычно уже в Бен Ашмашот заканчивали, и уже было поздно говорить Таханун, так что в Бен Ашмашот у них было обычно не говорить Таханун, Саф и Клайла все-таки. А сегодня они, многие группы вообще, даже если молятся в час 30 дня, Минху к долу, все равно Таханун не говорят вообще. И хотя очень трудно найти на это оправдание, но раз такой обычай появился, и были какие-то к долям когда-то, которые так делали, то теперь это осталось. Поэтому рабой Ирбах, он в любом случае не отвергает этот обычай полностью, то есть в смысле для тех, у кого он есть, они имеют на это право. Поэтому можно понять его слова. Видите, он был очень добрый человек, дочек мира, не спорил, не устраивал скандалы, как они могут не пропускать Таханун, такая важная молитва. Если есть Минхака, им есть на что положиться уже к долям, которые в конце концов установили этот Минхак. Так вот, с этим можно будет понять то, что пишут дальше они. А именно, если, говорит, община просто не хочет, говорит, Таханун, ленятся, пропускают Таханун просто так, беспричинно, тогда пусть человек выйдет наружу и скажет Таханун. А вот если у них Минхак кого, как у хасидов, например, групп некоторых хасидов, на самом деле большинство хасидов так делают, кроме Любавичей, почти все хасиды сегодня так делают. Это у нас, в самом деле, в Буропарке, и в этих местах почти все хасидские синагоги Минху вообще не Гат Таханун. Так вот, говорит, если у них обычай такой, как у группы хасидов, у которых это их Минхак, тогда и индивидуал, который не хасид, если с ними молится, то он следует их обычаю, как и в других вещах. С кем молишься, да, как говорится, в чужой монастырь своими законами не ходит. Пришел молиться в их синагоге, так молись, как у них принято. Потому что, считай, Драборбах нельзя отличаться, раз есть Минхак кого, то нельзя отличаться. А если ты хочешь выйти и сказать Таханун, то, в принципе, по букве закона это было бы можно, ты тогда не отличаешься от них, но когда ты выйдешь? Уже после, и тогда, в любом случае, ты не сказал Таханун сразу после Шмона Исре, поэтому это все равно основная майла, основной резон Таханун это сразу после Шмона Исре. Поэтому уже как бы не стоит того, и раз эта община действует по обычаю своему, то и те, кто с ними молится, уже могут на этот обычай положиться. А если они сказали уже Барху Арвита, то тогда Таханун не следует больше говорить. В смысле, он, похоже, хочет сказать, что индивидуал, который молился Минху, видимо, медленнее других, они уже начали ровить молиться, искали Барху, а он еще не закончил Таханун, то ему не следует говорить Таханун, когда он уже сказал Барху, ответил на Барху. А если человек находится, говорит, на свадьбе и около захода солнца, и вспомнил, что он еще не помолился Минху, так как, говорит, там помолиться невозможно, то поэтому он может не идти и не молиться Минху. Это интересно. Ихид уже вообще, в случаях, когда люди как бы веселят жениха и невесту, есть какие-то оправдания по каким-то мнениям. Но вроде сегодня обычай не таков, и сегодня всегда люди молятся, видимо, не считаем себя на уровне, чтобы освобождать себя от молитвы, от одной из трех молитв, только из-за того, что заняты какими-то митцевами. Кроме того, если сильно будет что-то невероятное, но если этот один человек выйдет и помолится Минхе, во-первых, почему он сказал, что невозможно прямо там помолиться, в чем, собственно, проблема? Если там нескромные женщины, что ли, стоят вокруг везде, может закрыть глаза, по некоторым мнениям это помогает, может, он не хочет на это полагаться. Я не думаю, что об этом идет речь, что из-за нескромных женщин. Потому что то, что там, допустим, даже если нет Мехицы в этом месте, вообще правильно свадьбу делать тоже с Мехицей. Но мы сейчас говорим, может быть, это в месте, где, например, пока хупу делают, обычно Мехицу еще не ставят. Потом, когда вот уже садятся есть и тем более танцевать, тогда там Мехица в кошерных свадьбах, как правило, хотя не везде тоже. Но в этом случае, пока хупу ставят, там обычно Мехицу не ставят. Стоят просто два ряда. С одной стороны стоят мужчины, с другой женщины, проходит между ними хатан и кала. И потом вот они под хупой, там несколько человек стоит, мужчина и женщина, которые все привели там жениха и невесту, они же ведут сначала хатана, либо два мужчины хатана ведут, две женщины к калу, либо муж-жена ведут хатана, и муж-жена к калу. Это был обычай по Зухару, но сегодня многие так не делают, потому что считают, что это как бы Менхаг не еврейский. Хотя у нас, если есть такое обычай в какой-то общине, то они могут продолжать, конечно, то, что у них, наоборот, они по Зухару так делали. Но это вот называется жужбинем. Во всяком случае, вот эти все люди проходят между двумя рядами, допустим, справа мужчина, слева женщина, посредине проходит хатан со своими провожающими, кала со своими провожающими, все стоят под хупу, там, и те, кто делают брохи, всем брахот, раввин, миссадр кедушин. Вот. И там Михиццы обычно нет. Потом уже, когда они возвращаются в зал, чтобы кушать, там обычно ставят Михиццу. Так вот, почему я все это веду? К тому, что, почему вообще там не помолиться? Что, собственно говоря, в чем запрет помолиться там? Потому что Михиццы нет. Так это же не синагога. Это в синагоге нельзя молиться, если нет Михиццы. Но человек, индивидуал, хочет молиться, хоть в метро, хоть на улице, если другого выхода нет, то нет запрета молиться. Главное, чтобы не было нескромных женщин. Вот. Поэтому я думаю, что он пишет, что невозможно там молиться, потому что его все будет отвлекать. Что если прямо вот, когда там веселье происходит, а он попытается встать и молиться, это будет невозможно сконцентрироваться. Может, это он имеет в виду. Во всяком случае, если молиться здесь невозможно, единственный способ это выйти из этого помещения, то считает автор, что обязанностей нет в этом. Я не знаю, согласится ли он, что, во всяком случае, разрешение есть, если человек хочет молиться Минху. Многие хотят, сами не хотят пропускать Минху. Сто благослований в день все-таки, и другие вещи, да, Минха. Большая вещь. Вот. Хотя бы как индивидуал помолиться, если не можешь с Миньяном. Вообще, во многих свадьбах они как раз устраивают специально Минху прямо перед свадьбой, чтобы все, кто пришли, да, кто не молился Минху, там помолились. И также Орвид часто устраивает, если уже время наступило, уже после, так сказать, когда стемнеет, устраивает там прямо Орвид. Женщина, которая привыкла всегда молиться Минху и пропустила, однажды забыла, то раз есть обязанности Ли Ашлим, да, мужчина, ведь если пропустил Минху, он молится дважды Орвид, так тогда и у нее есть такая же обязанность. Даже если она обычно, Шмунессер Орвид, и не молится, как большинство женщин, но если Минху, она приняла у себя молиться каждый день, а один раз забыла, то тогда ей нужно Орвид молиться дважды, да, один раз. Она не может просто молиться, один раз Орвид и иметь вместо Минхи. Единственный способ Ли Ашлим, да, скомпенсировать, это если дважды теперь молиться Орвид, Получается, Равит, который она обычно не молится, теперь молится дважды, раз Минху пропустила. Но если, говорит, она дождалась Шахарита, уже невозможно скомпенсировать. Так же, как и для мужчины. Если Равит пропустил, можно просто скомпенсировать Шахаритом. Но если Минху пропустил, на две молитвы позже уже не скомпенсируешь. В синагоге, где обычай молится 20 минут после захода солнца, в Израиле во многих местах уже считается, что это ночь. Во всяком случае, для большинства законов. Ну, субботу ждут дольше, но во всяком случае, 20 минут после захода считают ночью для большинства законов. Так он говорит, что если даже какая-то группа там небольшая в этой синагоге хочет устрожить, и чтобы молились позже, они не могут заставить остальных. Что в Русалиме обычно считать 20 минут после захода уже достаточно темноты, и что звезды уже вышли. А говорит, те, кто строги, пусть сами будут строги, они других не заставляют. Но им будет было состояние, если они свой миньон там сделают, который позже. Община, которая начала молиться Арвид, и потом услышали Борху из другой, из другого, из другого. То есть они еще свою Борху не сказали, они готовы начать Арвид молиться, и в этот момент услышали Борху в соседнем Миньяне, и ответили на Борху. Так могли подумать, раз они уже ответили на Борху, то им не нужно еще раз Борху говорить сейчас, то что они же сразу же скажут сейчас Виу Рахум, и снова Борху. Так он не считает так, он говорит, что в любом случае они пусть молятся, как всегда делают, то есть Виу Рахум и Хаперовон, и потом Борху. Хотя они только что ответили Борху. Если человек забыл Борху Хашкивейну, четвертую Борху после Шма, то после Шмонесра он может ее еще сказать. Собственно говоря, все Борхи до и после Шма имеют такой статус, если их забыли сказать до Шмонесра, их можно сказать после Шмонесра. После Шмонесра Арвидта следует подождать на том месте, куда человек отошел три шага назад, пока посланник общины не начнет говорить Кадиш. Интересный писак, да, что казалось бы, достаточно подождать просто несколько секунд и можно возвращаться, но он считает, что подождет пусть пока посланник общины начнет говорить Кадиш. Дело в том, что в Шахарите в Минху мы ждем, пока посланник общины начнет повторять Шмонесра, или еще лучше до времени, пока посланник общины не дойдет до Кедуша, и тогда только возвращаемся. А Арвидта считает, что нужно ждать, пока посланник общины не начнет говорить Кадиш. А некоторые ждут до конца кадыша, чтобы не делать свои три шага вперед во время посередине кадыша, не отвлекаться во время кадыша, а слушать внимательно. А в субботу, говорит, пусть подождет, пока не скажет по основе общины ваяхулу, начнет говорить ваяхулу, но если, говорит, он сам уже начал говорить ваяхулу, тогда пусть, говорит, дождется, пока он закончит это говорить и не идет вперед посередине, уже закончит, говорит, ваяхулу, потом возвращается назад, вперед. Тот, кто пришел в синагогу И видит, что уже они начинают молиться Шмонесре в арбит И он с ними помолился Ведь по закону, в основном случае Некоторые по кабале говорят, что это неправильно Некоторые сифарские кабалисты считают Но, в любом случае, по простой, открытой теории У нас закон какой? Что в шахарит, если опоздал, и уже начинает шмонеср Ты не пропускаешь шма с брохами Лучше молиться одному, но сказать все по порядку А вот в арбит не так На самом деле есть мнение в Талмуде Что говорят в обратном порядке Сначала шмонеср, а потом брохи шма и шма В любом случае, Гюла Литфила Воровит неполное, потому что там еще кадыш между ними И в Хуслафе еще говорят броху специальную Всяком случае, вечером не такой же строгий закон, как утром Поэтому получается, что лучше молиться с общиной Чем молиться одному, но по порядку Получается, он зашел Если нет другого Миньяна, конечно Он зашел, Миньяну начинает шмонеср Он со всеми помолился шмонесре И потом стал говорить брохи шма и шма Говорит, пусть постарается это говорить сразу после борху То есть, если в этой синагоге говорят борху Еще раз в вечерней молитве То для него получится, что шма будет сразу после борху Как в обычной молитве То есть, когда они скажут борху И потом будут говорить олейну Он говорит, что не олейну вместе с ними А начинает говорить Баруха Таашем Женщина, которая обычно молится И забыла помолиться Говорит, ей не обязательно шахарит молиться дважды Но может, если хочет И все обязаны читать броху хамапили И даже если иногда человек не может заснуть Бывает же, что человек не может заснуть Но броху знали хазали Они знали, что иногда люди не смогут заснуть Нечего беспокоиться Да, некоторые охронии вообще считают Что это броха наминхага аулам Так же, как, наоборот, утром броха хамавиршина аминай И по некоторым мнениям можно ее говорить Даже если человек не спал Да, что это общее броха И говорит, что даже если человек идет спать близко к рассвету Все равно следует ее сказать именем Всевышнего Поскольку он заснет до рассвета Даже если осталось меньше получаса ему спать ночью То есть, основной сон будет уже днем Да, близко к рассвету он засыпает Для Атхила, насколько возможно, нужно сказать эту броху Как можно ближе ко сну Но если невозможно Например, ученики Шивы Хочут сказать ее не в своей комнате Где другие спят Он будет им мешать Хочут ее сказать, например, в бедной драше И потом подняться И не прерываясь пойти спать Это разрешается И также они тут пометят Пишут, что он имеет право Сказать после этой брохи Броху на, например, молнию На гром, если услышал Если в туалет сходил с Катя Шарья Цар Если даже пить ему захотелось сильно То можно сказать броху Да, Шаракольния во двору Это все не по всем мнениям И есть очень строгие мнения Которые вообще ничего не разрешают говорить после брохи Но это, как бы, знаете Плюс, который становится минусом Что тогда люди боятся И тогда стоит вопрос Как вообще делать эту броху Если потом вдруг может захотеться в туалет Еще что-то Или придется разговаривать Поэтому многие полагаются на мягкие мнения Так вот в длинной тшуве Дебрецына Рава тоже Что можно сыну, например, ответить на вопросы отца Если тот его застал Когда он уже эту броху сделал Пришел с работы Отец что-то хочет его спросить Из-за рождения к отцу можно ответить То есть полагаться на мнение Что эта броха Она на Минха Гаулам А не как броха На митцву Или на еду Или на что-то еще Что если Будет хефсек То будет броха Леватала Задним числом Вот Вообще Есть и фарни Которые никогда не делают эту броху С именем Всевышнего В уме имеет ввиду Имя Всевышнего, например Все по причине Что вдруг не заснет Хотя хазаль так не установили Но и бывает Что охроним Какие-то Минхаги Формируются там На базе разных ситуаций Что трудно Наше время Многие умеют Страдать от разной бессонницы И все такое Потом есть еще Обычай не говорить Эту броху С именем Всевышнего После полуночи Считать, что это уже время По Кабале наоборот вставать Да, уже Кабалисты считают Что после полуночи Можно уже говорить Броху наоборот Уводящий сон С моих век Поэтому многие хасиды Эту броху Не говорили С именем Всевышнего Никогда Потому что не всегда Что-то спать После полуночи В общем, получается Что есть много разных Обычай Насчет этой брохи Но главные обычаи Как Равой Рабах пишет Это, видимо Самый распространенный псаг Что можно ее говорить Всю ночь До рассвета Но не до восхода Именно до рассвета Если заснешь до рассвета И что можно Ее говорить После нее Прерываться Если очень потребуется Теперь Если человек ночью встал Говорят Пишут они дальше Ему можно быть мягким Не помыть сразу руки Из сосуда Три раза Да Просто потом уже Помыть в раковине Если ему нужно Встать, например, в туалет Или, например Если женщина встает Чтобы там Ребенку дать бутылку Или что-нибудь такое Можно Даже разрешить Касаться бутылки Не помыв руки Этот псаг Тоже основан На целом ряде Вопросов Не все, конечно Согласятся с таким псагом Но Основное здесь связано с тем Что, во-первых, насколько вообще Этот рог ра сегодня существует О котором боялись Наши мудрецы И вообще Очень сложно это все соблюдать Если требовать Каждый раз людям мыть руки И это Человек вас сильно будет И Присыпается Ребенок в этот момент орет Да, в общем Есть какие-то мягкости В этих вещах Ведь Талмуд говорит Что Не помыв руки Утром не касаться Бочки с пивом Совершенно не факт Что другие виды пищи В особенности в бутылке Вообще к ним даже Относится этот запрет И говорит Что стоит быть осторожным Чтобы Не оставлять Под Кроватью Еду и питье Это все из Талмуда взято Даже если это в сосуде Находится Рамбом считал Что в основном боимся Что что-то туда упадет Но Талмуд считает Опять что это Рухра И поэтому Даже если это внутри Да Как говорят по-разному Силт контейнер Да Закрытый запечатанный сосуд Все равно нельзя А если получилось Что спали Под кроватью еда То он говорит Что пусть выбросят С этим кстати Многие не согласны Они считают В мягкую сторону Что бедевит Все разрешено И доказательство у них в том Что они же покупали Строимного Амареца все Амарец он все это Не соблюдает У него там Под кроватью все лежало Как говорит Талмуд Значит получается Что если все это Становится бедевит запрещенным Как же они покупали У простых людей И говорит еще Это тоже интересная Хумра Я не знаю Кто этому следует По-моему Равоканевского Когда-то спросили Подобное Он сказал Что желательно Быть осторожным Езаэр Он знаете Коротко всегда отвечает Одним словом Пусть будет осторожным Но он не написал Что мамаш запрещено А здесь они пишут Прямо таки Как используют слова Которые Машмаут Они выглядят Что мамаш Запрещают А именно Поставить часы Которые будут будить Человека мелодиями Что из-за запрета Слушать музыку В наше время Особенно просыпаться Под музыку То есть будильник Не должен будить человека Начиная играть Какие-то мелодии И последнее здесь Насчет тикун хацот Он пишет Что обычай считать Полночь В отношении молитвы Дикун хацот 12 часов После полудня То есть ровно посередине Когда Это получается Среднее время Между заходом и восходом И это время Когда солнце Прямо под нами То есть ниже уже не будет Как бы Так же как В полдень Солнце прямо На юге от нас И прямо над нами Выше уже не будет Но не обязательно Прямо над нами Зимой оно довольно низко Но ниже Но будет еще ниже То есть это самая высокая точка Солнца для этого дня Это полдень А в полночь Как раз наоборот Оно тоже находится Ну уже наоборот На севере Да Обычно от нас Да В сену полушария Получается Что солнце Находится Прямо На севере Да От нас В момент Когда Под нами В сторону севера Ну как бы Ниже уже не будет Это вот получается 12 часов После После полудня Ну конечно Плюс-минус Там минутка Там каждый день Чуть-чуть Двигается Вот И это он все пишет Потому что только В отношении Дикун хацот Он считает Что так считать полночь Но вот в других законах Полночь Например В законах Песах Маца Да Есть мацу до полуночи Там он говорит Что может быть Таки нужно считать Полночь по-другому А именно От выхода звезд До рассвета Да Что ночь В полторе Начинается с выходом звезд А день Начинается с рассветом Так это не симметрично Выход звезд В Израиле считают Как мы сказали 20 минут после захода Где-то А рассвет Это где-то Ну некоторые полтора часа Считают до восхода Во всем случае Это намного раньше от восхода Чем Чем Выход звезд После захода Получается что середина Будет тогда сдвинута В каком направлении Назад Да Где-то будет на полчаса Раньше Чем полночь написанная В календарях Да То есть полночь Для еды В Песах Будет где-то Даже может больше Минут на сорок Минут на сорок Отличаться от полуночи Раньше минут на сорок Чем полночь В отношении Тикунхацот Это совершенно не очевидно И большинство Полским так не считают В основном У нас принято Считать полночь Для Песаха Тоже ту же самую полночь То есть Ровно Середина Между заходом И восходом И на этом Заканчивается наш урок И в прошлома Раиса Бацони В Исраиле